За помощью за сотни километров. Харьковские больницы продолжают вести детей из Донецкой и Луганской областей. Только в областную детскую больницу номер один за сутки прибывает до полусотни пациентов с болезнями и ранениями. Лекарства для них помогли закупить игроки футбольного клуба «Шахтер». Вместе с ними маленьких пациентов проведали и корреспонденты событий. 14-летний житель Славянска Никита Жишкин за последние 4 месяца перенес две операции. В мае машина, в которой он ехал с родителями, попала под обстрел. Подростка ранила в ногу. В Харькове ему предстоит очередной курс лечения. Все это время наблюдались, то есть этого не возникало. Сейчас обострение 38,7, тут же она через час 37 с копейками. То есть воспалительный процесс внутренний. В Харьковскую областную детскую больницу номер один в сутки привозят полсотни детей из Донецкой и Луганской областей. Чтобы ускорить их выздоровление, игроки футбольного клуба «Шахтер» в рамках акции гуманитарного штаба «Поможем» закупили для больницы современные антибиотики. Это очень дорогие, это очень нужные лекарства. И когда мы все это тут выкладывали, рассматривали, то видно было, как у врачей горят глаза, потому что они знают, для чего это. Они знают, что это поможет наверняка. А еще футболисты передали маленьким пациентам подарки. Вручать их приехал вратарь команды Антон Канеболоцкий и защитник Вячеслав Шевчук. Здравствуйте. Надеюсь, такие небольшие подарки немного поднимут вам настроение. Общение с малышами растрогало спортсменов до слез. Сложно, очень сложно разговаривать, потому что у самого ребенка... С мая этого года медики Харьковской больницы приняли 800 пациентов из Донбасса. Четверо поступивших с огнестрельными ранениями на лечение остаются уже несколько месяцев. Из Харькова Ольга Федорова, Григорий Пырлык, Игорь Лукашев. События. Канал Украина.